Привет! С вами Торо, вы на канале Анисан Райз, и так как у нас близится финал Тейлс оф Эрайз, решил я это дело постримить, потому что, ну, на стриме эмоций должно быть всяко больше. Мы готовимся к отправке на спутник Рены, чтобы узнать правду, победить, возможно, Риньян, да и понять хотя бы, что вообще происходит, кто такой Алфин, кто такая Шион, и чего, чего вообще происходит, потому что, ну, наверное, в игре все же две концовки, потому что первую часть, где мы победили лордов, наверное, тоже стоит считать определенной концовкой игры, определенной аркой игры. Так вот, концовка первой арки, она вопросов набросала намного больше, чем дала нам ответов. Давайте поговорим с остальными и будем вылетать, что ли? Звездолет-то нас активно ждет уже. Конец света. Думаешь, это правда? Я верю, что Шион не преувеличивает. А ты? Как друг, да. Я хочу и верить. Не все события словно указывают на какую-то странную опасность, поджидающую нас впереди. Но все-таки сложно представить нечто, способное повлечь за собой уничтожение всего сущего, и что на кону действительно полное истребление. Да, понимаю. Мне кажется, Шион сама толком не знает, что именно произойдет. У нас на руках столько деталей головоломки, столько подсказок, а картинка так и не складывается. И куда в эту картинку вписываются ее шипы? На мой взгляд, они должны быть в самом центре. Помнишь тот голос, что мы слышали внутри гигантского шипа? Конечно. Воплощение астральной энергии самой Даны. Ну, так мы решили, по крайней мере. Да. И тогда мы предположили, что огромные скопления астральной энергии могут обрести разум. А когда нашли Шион в Пелегионе, и ее шипы вышли из-под контроля, в них было куда больше энергии, чем под силу удержать обычному риньянину. Ты так дум... Так ты думаешь, они тоже могут быть разумны? И своей волей не дают ей погибнуть? Привет тем, кто только-только к нам подошел. Но зачем им уничтожать весь мир? Их цели для меня по-прежнему загадка. Не исключено, что просто так совпало, и до сих пор их сдерживала ее сила Девы. Знаешь, я с самого начала заметил, что тебе нравится разгадывать загадки. А что, разве это плохо? Когда человек осознает, что мир, в котором он жил, это обман, ему сложно не пуститься на поиски правды. Особенно, когда из-за этого обмана пострадали другие. Думаю, мы найдем оставшиеся части головоломки на Ленегися. А вот как будет выглядеть готовая картина, кто его знает? Полагаю, сейчас не стоит зацикливаться на попытках это понять. Наверное. Эх, ответы, ответы, они, ребят, уже где-то рядышком. Какие выходные мне сегодня на работу? Что значит выходные? Нет у меня такого понятия. Пока, по крайней мере. Ну как-то. Я-то? Ты-то? Опять ведь поранился шипами. Да, когда Шион обнимал. А, да это ерунда. По сравнению с тем, что... Через что пройтись Шион имеешь в виду? Знаешь, даже если ты готов терпеть такую боль, кто сказал, что Шион хочет видеть, как тебя ранят ее шипы? Да, я понимаю. И буду осторожней. Шион даже не представляет, как ей повезло, что ты всегда готов прийти ей на помощь, несмотря ни на что. Ну, очень смешно. Я серьезно. Ты же схватил... Ты же ее схватил, как будто до сих пор не чувствуешь боли. Вообще не поморщился. Ей правда надо было это увидеть. Потому и говорю, что ты пришел ей на помощь. Кайзен, спасибо. Спасибо большое. Стрим рано, потому что, как бы, выходные. Все правильно. Суббота сегодня. Сегодня суббота, поэтому стрим можно провести пораньше. Спасибо. Мне просто хочется, чтобы Шион тоже могла касаться других людей. И не бояться при этом, что убьет их. Она даже котика погладить не может. Вот в чем проблема. Из-за шипов она не может делать простые вещи, которые мы воспринимаем как должное. И это неправильно. Простые, но в то же время, очень важные вещи. Надеюсь, все получится. Я не хочу жить в идеальном мире, если для его создания нужно, чтобы Шион принесла себя в жертву. Это точно. У нее словно забирают все больше и больше. И я хочу положить этому конец. Справедливо. Очень, очень, очень справедливо. Так, Ринвал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как у вас слоу дела? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не спится? Ну, после всего услышанного. Странно, если бы спалось. Это уж точно. Владлен, смотри, хороший вопрос. Давай немножко включим логику и посмотрим. Ты знаешь, через сколько закончится игра? А я знаю, через сколько закончится игра. А те, кто не прошли игру, они знают, через сколько закончится игра? Вот, вот он ответ на простой вопрос. Перед вопросами обычно нужно немножко задуматься. И тогда, возможно, вопрос задавать и не нужно вовсе. Потому что ответа-то на него, по сути, нет. Пока мы тут праздновали и веселились, Шион все держала в себе. Представляешь, как ей было тяжело. Но я думала, она такая отстраненная из-за шипов. Что ей не хотелось случайно кого-то ими ранить. И что у нее просто такой характер. Выходит, нет. Ей казалось, что она должна умереть. Пожертвовать собой. И Шион все это время молчала. Да. Представляешь, каково ей было совсем одной с таким грузом. А я звала себя ее другом. И вообще ничего не замечала. Но я уверен. Она обрадовалась, когда ты ее поддержала. Думаешь? Да. Мне кажется, не считая на нас друзьями, вряд ли когда-нибудь вообще рассказала бы правду. Ты была ей хорошим другом. Да, хорошим другом до этого и станешь еще ближе теперь. Надеюсь, самым, самым лучшим и самым верным другом. Знаешь, мы ведь все были по-своему одиноки. Но со временем научились впускать других людей в свою жизнь. Хочется верить, что и у Шион тоже получится. Ну, то есть, станет получаться еще лучше, чем сейчас. Как было бы здорово, если бы мы всегда могли поддерживать друг друга в трудную минуту. А обиды Егорыч быстро забылись. Это говорит она, обиженная на всех риньян. Флагри, привет. Ты знал, Алфен? А Шион? Ага. Ну, я вот вообще не подозревал. То есть, иногда казалось, что с ней что-то не то, но чтобы настолько... Ну, она девушка, поэтому... То, что с ней что-то не то, это понятно было изначально. Ну, то, чтобы настолько... Как будто... Вокруг меня был целый мир, который я даже не замечал. Да не ты один. Я, конечно, знал, что ее что-то беспокоит, но все равно не мог понять, что именно. Сергей, спасибо. Спасибо большое. Часиков на пять. Ну, думаю, может быть, может быть, мы даже сегодня это дело осилим, но тут стоит учитывать, что играю я на харде, и поэтому бои могут затягиваться. Спасибо. Даже ты? Ну, это же именно ты всегда первым приходил ей на выручку. Вот и я так рассуждал, но оказалось, что я вообще ничего не понимал. И моя помощь на самом деле только загоняла ее в угол. Ну, хотя бы осознал, все не слишком поздно. Мне кажется, еще рано выдыхать с облегчением. Но в целом, да. Мы успели, и теперь разберемся с шипами. Чего бы это ни стоило. Это уж точно. А вместе мы справимся с любой задачей. Ишион, спасемый мир. Вместе, Алфин, слышал? Слышал, слышал. Никаких одиночных подвигов. Слушай, как думаешь, а мой старик отреагировал бы? Настучал мне сейчас по башке, или, может быть, одобрил бы? Зеферта, честно, мне кажется, но он бы не стал что-то говорить или давить на тебя. Ты теперь взрослый, и сам все решаешь. Ну да, он-то ничего уже не скажет. Прости, жаль, что остальной мир не может подождать, пока мы копаемся в себе. Сейчас надо мобилизировать все силы. Наверное, когда-нибудь потом я еще вернусь к этим мыслям. Вот тогда и обдумаю все. Так ведь нормально? Да, вполне. А, ну-с, мы как бы готовы. А, нет, ну в смысле мы готовы, у нас осталось еще. Шион, Фокси, привет. У нас осталась сама Шион, которая одиноко стоит. Барин, ну, знаете, вспоминая предыдущие финалы в Застерии, в Берсерии, что-то я не хочу проходить до конца эту игру. Привет тем, кто только-только к нам подошел. Эй, ты как? Все только и делают, что за меня переживают. Я стараюсь показать, что все в порядке, а вы все равно волнуетесь. Пока. Могу сказать про себя то же самое. А помнишь, когда ты впервые назвал меня другом? Когда? А, прости, не помню. Да не извиняйся. Для тебя это настолько обыденно. Неудивительно, что не запомнил. А уж и он это первый друг был. А я была другой. Да не, он даже за людей не считала. И знала, что обречена на одиночество. Но тогда, с Дэ Димом, ты назвал меня другом. И стена, которую я выстроила вокруг себя, просто рухнула. А, это когда Дэ Дим, этот, господи, диктатор Данианский, когда он назвал ее чуть ли, простите, не шлюхой, тогда он и сказал, что она его друг. Во, точно, все. До этого момента ты был для меня только средством достижения цели. Я хотела с помощью тебя и плавящего меча найти все главные ядра и получить Аль-Мурена. Но с того дня ты снова и снова называл меня Идахалима друзьями, пока это не стало привычным. И для тебя не имело значения, что мы риньяне. Ты заботился о нас, как и о любом другом человеке. А потом остальные тоже начали звать меня другом. Считать меня другом. Я о таком даже не мечтала. И мне не хотелось умереть и потерять вас, но и выжить ценой ваших жизней тоже не хотелось. А потом, когда я призналась и услышала, что вы сказали в ответ, я поняла, что все это время думала только о себе. Не бойся. Я не собираюсь умирать. У меня появилось слишком много дорогих мне людей, чтобы вот так вот сдаться. Поэтому я буду бороться. За Дану. И за себя. И за свое будущее. И не проиграю. Не знаю как. Но я допущу, чтобы из-за меня весь мир разрушился. Нам предстоит нелегкий путь, Шион. И пока не наступит мир, как для Даниан, так и для Риньян, наша борьба не закончится. Но клянусь, я всегда буду рядом. До самого конца. Спасибо. Помнишь, что мы узнали в Калагрии? Нет такой стены, которую мы не могли бы сломать. Да, в этом ты прав. Так, хорошо. Мы собрали всех пупсов обратно в команду. Так, 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 так. Подождите. Раз уж мы летим почти на арену. Давайте вернем все как было. Так, ну, пожалуй, как-то вот так. Так, рожки втыкать не будем, нам хватит и ушек, я думаю. Так, тиару возвращаем. Вот эту, все, готово. Ну, что, выходит, мы серьезно летим. В игре, где все еще на шахтах используется рабский труд, мы летим на звездолете, да? Ну, ладно. Ну, что, получается, полетели. И сейчас главный вопрос. А как летать-то? Привет тем, кто только-только подошел. Вот он, наш звездолет. Надеюсь, эта крошка не развалится посреди пути. Прекрати, Лоу, накаркаешь же. Слушай, Анфон, а у этого ведра есть имя? Имя? Не знаю. Никогда об этом даже не задумывался. Ну, раз мы столько сил потратили, чтобы его найти, надо как-то назвать. Не думаешь? Как вот насчет... Фулнэйтс. Как-как? На древнем языке так называли сов. Дословно переводится, как стремящийся вбыть. Согласен. Мне нравится. Отличное имя. Ну, я даже не знаю, но... А это ладно. Пусть теперь зовется Фулнэйтс. Фулнэйтс. Во. Но все же главное, чтобы не развалился. Так, ребята. Перед нами стоит две задачи. Во-первых, добраться до Лынэгиса и убедить Риньяна ставить дану в покое. А во-вторых, понять, откуда ушел он взялись шипы и как нам от них избавиться. Все ясно. Отлично. Тогда вперед. Сука, бегите, бегите. Риньяне, бегите, пока не поздно. До сих пор поверить не могу. О чем ты? Только посмотри, целая вселенная в одном маленьком окошке. Да, прям как картинка. Сложно поверить, что это настоящий мир. И земля, знаете ли, не плоская. Ой, земля. Да, она, да, она не плоская. А отсюда все наши страдания кажутся такими... Незначительными. Да. Ничто не трезвляет так сильно, как осознание своей ничтожности. И даже Риньяне и Дэниане кажутся не такими уже разными, да? Через сколько мы доберемся до Ленегиса? Есть вещи и поважнее сна. Пока мы не приземлились, стоит изучить устройство звездолета. Неплохая идея. Возможно, мы превратим его в нашу операционную базу. Ты справишься с управлением? Ты об автопилоте? Пожалуй, справлюсь. В сущности, я здесь только как наблюдатель. В таком случае, наслаждайся. Уф. А нет, Сергей, я еще не выздоровел. У меня голос еще по-прежнему. Периодически просто самопроизвольно пропадает, так что... Такое себе. Рена, Рена, а почему Рена? Почему, почему она такая красивая из космоса? Почему? Вы посмотрите, ну она серьезно, как планета. Она очень-очень красивая. Ну ладно, хорошо. Просто разноцветная. Он чего-то не так? Да нет, я лишь думал, что прошло уже целых семь лет. С того, как ты стал лордом и покинул Ленегис, имеешь в виду? Да. Пожалуй, даже такие, как ты, могут скучать по дому. Как и любой другой человек, я подвержен сантиментам. Но скажи-ка. Тебя ведь тоже с Ленегисом связывают воспоминания. Причем весьма травматичные. Наверняка, там тебе придется переживать непростые эмоции. И вспоминать кровь на руках. Тебя это совсем не пугает. Там я отнял множество жизней. Не могу врать себе и притворяться, что это не так. Но и всю жизнь бежать от этого тоже не могу. Прошлого не изменить. Зато будущее в наших руках. А вот оно что. Да почему? Почему эта музыка, даже в данный момент, она настолько сильно меня триггерит. И напоминает мне либо черную дыру, либо Ридика, либо хроники Ридика. Вот-вот. Я прям слышу нотки вот этой композиции. Я об этом уже не раз говорил, но я по-прежнему не могу избавиться от этого чувства вообще никак. Прости, мне не стоило бы спрашивать. Да и у нас есть более срочные дела. Давай поговорим еще, когда ты закончишь осматривать корабль. Ладно. Скоро мы будем на Ленегися. А для тебя это, наверное, как возвращение домой. А как ты там вообще жила? Ну, до того, как оказалось на Дане. Скажем так, хороших воспоминаний о тех днях у меня немного. Шипы были со мной всю жизнь. Сколько себя помню. Меня лечили, как они это называли, но на самом деле просто использовали как подопытный образец. То есть, на тебе проводили опыты? Именно. Пытались выяснить, что приводит мои шипы в действие и можно ли на них как-то влиять при прикосновении. Каждый день сплошные тесты, тесты, тесты и тесты. Удивительно, как еще до вскрытия не дошли. На как на меня смотрели после того, как кто-то пытался тронуть мою кожу и кривился от сильной боли. Словно я чудовище. Хорошая у меня была жизнь, да? Невольно вызывать страдания у всех одним прикосновением. Я думала, хуже быть не может, но нет. Потом начались кошмары. Видение грядущего конца света. Неудивительно, что я стала такой замкнутой, когда вообще не можешь никого даже тронуть. Ты обречен на очень одинокое существование. Я выжила, конечно, но знала, что однажды меня поглотит бездна. И поэтому я решила, раз я все равно умру, то хотя бы не зря. Если пожертвовав собой я спасу мир, то пусть будет так. прости, что заставил тебя это вспоминать. Не переживай, сейчас я уже сильно изменилась. Ты говоришь, что тебе суждено умереть, чтобы выжили другие. Но почему не наоборот? Почему мы не можем умереть, чтобы выжила ты? С ума сошел? Зачем тебе жертвовать собой ради... Вот именно. Зачем тебе сдаваться только потому, что не повезло с судьбой? Разве это справедливо? По этой логике и рабство оправдывают. Будто кому-то из нас просто суждено быть... Суждено, короче, кому-то подчиняться. Хотя мы всегда боролись не только ради себя. Это не значит, что надо махнуть рукой на свою жизнь и пожертвовать Россию, чтобы спасти остальных. Раз мы защищаем людей, раз пытаемся спасти мир от разрушения, значит и себе должны. Значит и себя должны. Мы ведь тоже его часть. А мир, в котором никому не приходится жертвовать собой? Ты ведь за это и сражаешься, так ведь? И не только я, но и ты же он. Ты же одна из нас. Побеждать, так всем вместе. Проигравших здесь быть не должно. Я теперь вижу, что мы на самом... За что мы на самом деле сражаемся? Если не будет проигравших, получается, что все не закончится просто победой Даниан над Риньянами. Думаешь, мы справимся? А то, обязаны. Потому что другого способа что-то изменить у нас попросту нет. Да, ты прав. Будущее не поменять, если не стремиться к невозможному. Это, кстати, правда. Давай попробуем. У нас получится. Да, Плэмакс, это уже новый микрофон. Ну-с, поехали ловить остальных, пока упорно пытаемся долететь. Ну вот, наша сладкая парочка вместе. Да кто бы, блин, сомневался-то? И мешать им как бы не хочется. Ну, Алфин, а ты знал, что Лоу у нас оказывается... Эй, не говори ему. Чего такое? Да он боится летать, трусишка. И это после того, как сам же настаивал на том, чтобы назвать корабль. Эй, где я сказал, что боюсь? Просто, ну, неспокойно мне как-то. Стоит только подумать, что будем нестись к звездам в огромной железной банке. Это же звездолёт, дурачок. Они для этого и делаются. Что тут такого-то? Да? Может, проблема в твоей слепой вере в них? Ладно, вам успокойтесь. Я, конечно, не знаток, но думаю, что риньянским технологиям можно доверять. Меня же, меня же он нормально довёз до Дана. Триста лет назад. Точно, и раз Алфин так считает, то всё должно быть нормально до Лоу. Триста лет назад, Карл... С тем... С тем, кто на таком корабле уже летал, не поспоришь. Но всё равно, неправильно это. Долететь-то он долетел, но... Но... Триста лет. Триста лет прошло с тех пор, как он долетел. Там же жучки пошли, краска поотваливалась. Ну, как это типично бывает. Ой, Фокс, лучше и не скажешь. Ага. Ты как? Укачивает? А, блин, точно. У нас же Кесару укачивало на корабле, когда мы плавали. Её постоянно лютейше укачивали, а здесь, как ни странно, всё хорошо. А знаешь, совсем нет. Эти космические корабли летают довольно плавно. Не то, что морские. Рад слышать. Что, заинтересовало? Просто думала, что это. Внутрь, наверное, и человек поместится. А капсулу для крёстна. Это лечебная камера. Заживляет раны и лечит болезни. А, ничего себе. Такое нам на Ленегисе точно пригодится, случись чего. Алфин, я что-то не то сказала? Нет, просто, я вспомнил, как сбегал оттуда. Как всё пошло наперекосяк с церемонией и потерей контроля. А я тогда был в жутком состоянии. Инаурия уложила меня сюда. Хочешь сказать, что прямо после побега ты оказался тут? Ну, тогда получается, ты в ней пролежал 300 лет? Ага. Да. Хотя, так сказать, и не поверит никто. Только не спрашивай, как я смог столько проспать. Да уж, выспался, так выспался. Но планировалось это изначально или нет, я всё равно рада, что ты очнулся именно в наше время. В каком-то смысле. Но без тебя мы бы точно так далеко не зашли. И дело не только в этом. Алфин, помнишь, что я сказала, когда мы покидали Менансио? Про мечту о мирном сосуществовании и необходимость узнать, что для этого требуется. Конечно, ты же поэтому к нам и присоединилась, чтобы научиться тому, о чём не узнаешь дома. Даже тогда я прекрасно понимала, что обманывала себя, но в то же время чувствовала, что просто обязана исполнить желание брата. Я всегда буду о нём помнить, но существование, за которое мы боремся, в первую очередь для тех, кто живёт сейчас, эм, кто живёт сейчас и для будущих поколений. Мир это не только одна Менансио. Я мечтаю, чтобы все Даниане, где бы они ни жили, были свободны. Если меня чему-то и научили наши странствия, так вот как раз этому. И именно ты позвал меня с вами, Алфин. За это я буду тебя вечно благодарна. Подожди, с благодарностями хотя бы до того, как мы разберёмся с женщиной в красном. Пока ещё рано выдыхать. Знаю. Ну а что бы мы ни нашли на Ланегися, я больше не собираюсь притворяться, будто ничего не замечаю. Но сперва, конечно, надо решить самые насущные вопросы, а то я уже забегаю вперёд. Уф. Ну да, кстати, парнишка-то наш выспался за 300-то годиков. Блин, у меня там коровки созрели на ферме, а мы в космосе летим вообще на арену. Ну и что делать, и как с этим быть? Когда нас коровки-то ждут. Эх. Надеюсь, мы уже где-то на подлёте, на подлёте. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Ну что, дохалим, подлетаем? Вы готовы? Скоро мы пойдём на посадку. И он такой, сейчас я только прочитаю, как правильно садиться, да? Пока мы не приземлились. А может расскажешь, что нас там ждёт? Присоединяюсь к Кесаре. Я вот, например, ничего не знаю о Ленегисе. Я бы тоже не отказался послушать. Я там 300 лет не был. Да, экскурсию мне тогда особо не устраивали. Ну ладно, начну с того, что Ленегис это база. То есть, он не операционная... То есть, он не был операционной базой, ответственной за проведение борьбы за корону на Дане. А, это база, то есть, он был операционной базой, ответственной за проведение борьбы за корону на Дане. То есть, там тупо следили и наблюдали за лордами, которые ведут там свои игры за корону. А ещё, это автономный город, в котором живут независимые люди. Общество делится на слои согласно строгой иерархии. Проще говоря, положение человека напрямую зависит от силы его астральных приёмов. Разве чувствительность к астральной энергии не врождённый дар? Получается, что твоё положение в обществе определяется при рождении? Приёмы можно оттачивать во время обучения и есть немало других факторов, влияющих на твой статус. Но в сущности так и есть. Поэтому семейства, производящие на свет лордов и их соперников, обладают огромным влиянием. И такие династии причисляются к аристократам, производящие на свет лордов, господи. Звучит так, как будто лордов там, знаете, на конвейере просто штампуют в постели где-то. А те, чья остальная энергия слишком мала, считаются отбросами общества и не смогут вступить на дану, даже если очень захотят. Однако те, кто занимает низшую ступеньку в риньянской иерархии, всё равно стоят выше Даниан. Учтите это. Хорошо, учтём. Раз дыхалим лорд, то он занимает высокую позицию на вертикале власти. А что насчёт тебя, Шион? И ты ещё спрашиваешь? Сам же видел, как она управляется с астральными приёмами. Ага. А если бы только приёмы были так важны, то всё было бы отлично. Но не стоит забывать и о шипах. Из-за них высший свет меня не особо жаловал. Ой, прости. Ты что, всё нормально? Иногда полезно оказаться в компании людей, которые говорят то, что думают. Жизни кажется проще. Это что, типа комплимент? Постой-ка, неужели... Смотрите, он же покраснел! Да нет же! Конечно, делить людей на сословие, опираясь лишь на астральную энергию, которая даруется случайным образом, это самая настоящая дискриминация. Как будто достоинство человека определяется только этим критерием. Да, давайте проведём аналогию с цветом кожи у нас в мире, и мы поймём к чему отсылочки. А что насчёт женщины в красном? Она... она может скрываться на Ленагисе? Готов поспорить. Ленагис слишком сильно во всём этом замешан, так что я не исключаю такую возможность. Вероятно, она как-то связана с похищением Альмы Рены в Пелегионе. А если Альма Рены нужна им, чтобы и дальше использовать Даниан, мы должны вернуть её во что бы то ни стало. У меня накопилось столько вопросов, что женщине в красном точно придётся на них ответить. Идём на посадку. Может потряхивать, так что приготовьтесь. Шион, мы обязательно избавимся от твоих шипов. У нас просто выбора нету. Видимо, посадка прошла гладко. Я, конечно, догадывался, что нас не встретят, но чтобы вот так вот вот прям вообще. Но в Негисе почти всё автоматизировано. Да и вряд ли они ждали гостей во время борьбы за корону-то. Как считаешь, нас заметили? Да, определённо. Хоть нам и не оказали радушный приём, не думаю, что наше прибытие осталось незамеченным. Будьте начеку. Надеюсь, нам не придётся ни с кем сражаться. И что теперь? Мы же прилетели сюда в надежде, что женщина в красном окажется здесь, да? А если повезёт, то найдём и Аль-Мурены. Так откуда начнём наши поиски? В городе есть район, который называют запретной зоной. Туда могут попасть только правители. Можно начать оттуда. Запретная зона? Что же они там скрывают? Не знаю, поэтому я хочу всё выяснить. И нам несказанно повезло, что среди нас есть правитель. Как бы то ни было, чтобы изменить нечто столь огромное, как Ленегис, потребовался бы источник невероятной мощи. И ты предполагаешь, что им могла быть Аль-Мурены? Именно. Ахин говорил, что помнит, как её использовали во время проведения церемонии духа 300 лет назад. Сама церемония меня не особо интересует, но если к ней готовятся, то, вероятно, Аль-Мурены находится там же, где была много веков назад и, возможно, рядом с ней, женщина в красном. Я бы не стал прятать нечто ценное в жилом районе. Проблем не оберёшься. А значит, нам стоит поискать её там, куда сложно попасть. Так получается. Верно. Логично. Но я был правителем 300 лет тому назад. Неужели ты думаешь, что я смогу спокойно туда попасть спустя столько времени? Как раз это мы сейчас и проверим. Ты вполне можешь оказаться нашим пропуском внутрь. И мы не упустим этот шанс. Шон права. Кто знает, а вдруг там мы заодно найдём решение её шипастой проблемы. Ладно, уговорили. Похоже, что я в меньшинстве, так что попробуем попасть в запретную зону. Ну что ж, вот все и в заборе. Высадка на Ленегис? У меня мурашки по смене от одной мысли о том, с чем и вискем мы можем тут столкнуться. Да неужели? Ты же весь такой крутой. С чего вдруг испугался? Да что ты говоришь? Ну извини, что беспокоишь за нас. А может прекратить отцапаться? Или вы хотите, чтобы все поскорее узнали о нашем прибытии? И сколько Лениан тут обитает? Точно не скажу, но намного меньше, чем можно подумать. Для поддержания функции городу хватает одних механизмов и зоглов. Что, и тут могут быть зоглы? Выходит, даже здесь нужно постоянно быть начеку. ну куда же без зоглов-то? Было бы странно, если бы здесь их не было. Так, ребят, давайте-ка сделаем небольшой перерыв, буквально на 5 минут, после чего продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok